добрый день уважаемые друзья сегодня мы будем заниматься перфоратором вот собственно перфоратор который попал ко мне в ремонт довольно таки популярным временем тема hd 2601 причина в чем при работе пропадает удар сейчас я постараюсь продемонстрировать как это все происходит есть у нас такая деревянная чурка вот беру сам перфоратор ставим поставил я бур включаем в розетку и пробуем итак то собственно я показываю при полностью при зажатой кнопки перфоратор перестает бить то есть а когда замедляется двигатель вот или еще не набрал обороты тогда удар присутствует то есть соответственно я делаю вывод о том что нужно смазать вот всю часть ствола перфоратора то есть разобрать раз вторую втулку все смазать и обратно собрать и этот эффект должен вот исчезнуть и так для того чтобы раскрутить стволовую часть нам нужно раскрутить вот эти четыре болта под шестиграник четверочку снять желательно вот кнопку переключения режимов вот удар сверлением и просто удар и открутить вот часть крышечка для дополнительной смазки коленвала ручку тоже стоит открутить срываем болты так итак открутили корпус стволовой части и следующую очередь нужно открутить вот эту кнопку есть три болта под обычную фигурную отвертку вот открутили кнопку тоже положим в сторону и теперь достаем всю стволовую часть приводной шестеренкой вот вала ствола скажем дальше мы будем разбираться вот с вот этой частью а вот эту часть где идет поршень уже и коленвал просто дополнительно смажем через вот это через вот эту крышку вот это после того как сделать вот сам ствол дальше что нам нужно сейчас нам нужно так легонько постукать должен вылететь вот сам летающий поршень все есть вылетел в принципе он есть вот все смазки видимо инструмент новой и и колечко вроде нормальном состоянии ничего дальше что мы видим внутри 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 растровой втулки вот мы видим вот такой вот боек боек принципе чтобы дальше разбирать нам нужно снять вот резиновый пыльник дальше здесь есть стопорное кольцо которое фиксирует вот чашку снимаем стопорное кольцо в Итак, дальше посмотрим После того, как достали поршень Мы видим, что внутри там есть баёк Мы пробуем его протолкнуть Вот с этой части Вот с этой части, где стоит хвостовик бура Как-то он очень-очень с трудом Проталкивается Нужно всё-таки до конца разбирать И всё перемазать заново Итак, чтобы разобрать Вот этот весь механизм Что нам нужно для начала Для начала берём большой резиновый Молоток Вот примерно такой Дальше, удерживая вот за корпус Начинаем выбивать В эту сторону Вот весь ствол С корпуса алюминиевого Так, всё, корпус ушёл Всё отлично у нас получилось Без особого вандализма То есть, что мы видим внутри Внутри, вот спереди стоит сальничек Дальше идёт посадочное место Вот, подшипника ствола Бывает, что нужно даже греть Вот, сам корпус Чтобы сделать вот такую процедуру Как я только что сделал Но здесь, так как инструмент новый Ничего такого не пришлось сделать Здесь вот, есть такой вот резиновый Резиновая проставка В принципе, её функция Это, вот, в неё упирается Вот, вот эта, пластиковая чашка Ну, такого рода тоже защита Итак, что мы делаем дальше Чтобы достать баёк Со ствола этого перфоратора Нам нужно для начала Вот здесь, вот здесь стопорное кольцо Которое удерживает подшипник Вот, мы снимаем стопорное кольцо Снимаем в свою очередь подшипник Под этим подшипником Должны оказаться Вот, шарики Три шарика Вот, на внешнем стволе Который уже удерживает Вот этот внутренний ствол В котором, собственно, и сидит баёк Итак, продолжаем Итак, берём съёмник Разводим стопорное кольцо Так, не всегда с первого раза получается Это большое кольцо снять Нужно надбираться терпением Чуть не улетело кольцо Итак, сняли мы кольцо Дальше у нас на очереди Идёт подшипник Итак, вот Сразу сзади подшипника Видно шарики Сейчас попробую Вот подшипник В принципе, просто он рукой снялся Если бы не снимался рукой Я бы применил съёмник Вот Дальше идёт Три шарика Их должны мы достать Вот с этой части Один, два Три Все шарики вот на месте Дальше мы выдвигаем Вот эту часть Растровой Вот саму растровую втулку Хоп В принципе, без проблем достали Вот этот механизм Пружинку Вот я снимать не буду Так как В принципе Нет надобности Поломка заключается не в этом Дальше Смотрим Вот эти вот сальнички Вот что Резиновые кольца Которые В функции Исполняют сальников Они вот сухие В принципе Видно как Даже резина Немного сработалась Вот если Вот это Это я залапал руками Так, дальше Есть еще три шарика Вот вы видите Которые удерживает Уже сам баек А Это Виновник торжества Который Мы Хотим до него добраться Итак Мы Также достаем Вот Три шарика Они идут Вот в диаметре поменьше Чем те Которые держат Вот Саму ртулку Есть Все три шарика Теперь Вот В эту сторону Мы можем достать И вытолкнуть Сам баек Посмотреть на его состояние Опять же Смазать Посмотреть почему Он так тяжело Движется В Во втулке Возможно Что-то попало Или какой-то мусор Вот есть Так и так Достал я Вот так Выглядит Баек Здесь Опять же Две Такие Резинки В этом месте Вот я вижу Они закушены Немного Ну в принципе Инструмент Новый Повреждений Здесь Никаких Я не наблюдаю Нужно Осмотреть Внутреннюю полость Вот Самой втулки Итак Так как здесь резинки Немного Повреждены А внутри Полость в принципе Растровые втулки Отличное состояние Я немного Сделаю такой лайфхак Я шлифану сейчас Вот эти кольца Вот Чтобы убрать Заусенции Возможно при сборке На сухую Вот Произошло такое Вот Закусывание Вот этих колец И дальше Он перестал двигаться Как ему надо Итак Дальше Продолжаем Итак Дальше Берем наждачную шкурку Вот зернистость 240 И Шлифуем Уплотнительные кольца Дальше Нам нужно Прочистить Продуть Вот эту втулочку Сейчас я это сделаю И Ставлю Сам баёк Итак Всё прочистил Промыл Дальше вставляем Вот В эту часть И стараемся так Чтобы вот этот паз Где ходит Шарикоподшипник Совпадал Напротив отверстий Вот этих Так Немного Поправляем Всё у нас Стало на свои места Эта часть Смазана Дальше Наносим Немного Смазочки И вставляем Шарики Итак Намазюкали Теперь Мы Вставляем Вот Вот эту часть Наверное Сюда Смазки Мы тоже Должны нанести То есть Во внутреннюю полость Итак Вставляем И смотрим Чтобы вот эти пазы Опять совпадали С отверстиями Для шариков Так Позиционируем Вот Правильно И Тоже вставляем шарики Шарики Дальше Одеваем Подшипник Всё отлично Он сел на своё посадочное место И дальше Ставим Это Дерзкое Стопорное кольцо Которое Очень трудно Вот Я снимал Так 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 Взяла Своё посадочное место Немного Его прокрутим Посмотрим Как она села В паз В принципе Все отлично Дальше Мы разогреваем Мы разогреваем Алюминиевый корпус Он Естественно Линейно расширяется И мы просто Вставляем Вот Огромный подшипник В своё посадочное место Так Ещё Один момент Скажу Как Называется Номер подшипника Подшипник называется 6307 Вот такой вот размер Здесь ещё Дополнить Настоит Вот Проставочная шайбочка Итак Нагреваем Выключил я Вот Фен Сейчас В кожаных перчатках Это всё дело Лучше делать Вот Вставляем Оп О Всё чётко Получилось То есть Сам корпус Разогретый То есть Сам ствол Просто Запрыгнул Прямо И Невозмутимо Ну что ж Всё отлично Сейчас это всё Дело Немного горячее Оставляем его остывать Остынет Дальше будем собирать В часть Механическая В часть редуктора Итак Ствол немного остыл Дальше Собираем всё В обратной Последовательности Так Ставим Пружинку Собираем всё Собираем всё Собираем всё Собираем всё Собираем всё Сейчас ещё Дополнительное Я набиваю Смазку В ствол И так Всё Дальше я Сейчас Туда закидаю поршень Вот Резиновым Уплотнительным Кольцом Вот в эту сторону Сейчас Хоп Ещё смазываем Дополнительно В этой части Вот И так Поставили мой Поршень Дополнительно Туда смазали Сейчас Можно поставить Вот это Вот Вот скажем Защита Пластиковая защита Всё Стала она Чётко Внутрь И сейчас Можно поставить В Часть редуктора Уже Стволовую часть Нам нужно Для этого Только попасть Поршнем В цилиндр И так Целимся Вот Всё Всё отлично Я попал Сейчас уже Закручиваем Четыре болта Которые мы Открутили Под шестигранник Четвёрочку Потап Под шестигранник Всё ihad Четырочек Четверочка Под шестигранник Красочный Под шестигранник onn rant is измел И так, все отлично, я закрутил Сейчас нам нужно дополнительно нанести смазки в коленвал То есть в область, там где движется коленвал И выходит летающий поршень И вот эту часть, где здесь находится шестеренка Раскручиваем Вот, собственно, крышечку Смазка, в принципе, там присутствует Но ее слишком мало Итак, чтобы туда добавить такого интересного Итак, дальше, чтобы смазать вот эту часть, где находится приводная шестеренка ствола перфоратора Перфоратором я уже ставил сверло для того, чтобы проворачивать Вот И набрал шприц вот этой же смазки Что это такое у меня за интересная смазка? Вот, задавливаю, сейчас я расскажу Это смазка Так Смазка ЮКО 158 То есть две трети вот этой синей смазки Вот, которая по спецификации НЛГА идет номер 2 То есть она довольно-таки густая для применения в поршневой части Вот, летающего поршня То есть механики легких перфораторов Но, для того, чтобы она сюда подходила Я намешал сюда где-то одну треть масла ТАТ-17 И вот вышла такая полужидкая смазка Которая четко подходит Вот Для нужд сельскохозяйства Итак, дальше Проворачиваем В принципе, вот так Все смазали Где-то вот так достаточно Ставим дальше кнопку Она штифтом Вот эта кнопочка должна попасть в... Сейчас проверну, покажу Вот здесь есть шлиц Специально для штифта этой кнопочки В шестеренке То есть вот сюда Она становится Так, раз Все Посадили, закручиваем Так, все Я закрутил кнопочку Пробуем Как она Вот Переключает В принципе Вот Идет сжатие пружины Шестеренка Отходит И в эту сторону Она почти сама включается Пружина шестеренку подводит То есть все отлично У нас получилось Берем крышечку Закрываем Вот Отверстие для смазки Так, и дальше Что мы делаем Вот после полностью сборки Я уже полностью его Сейчас Обкатываю Ну сейчас покажу Как он Вот работает Берем перфоратор Ставим на деревянную штуку Утапливаем Вот Немного прижимаем И Включаем кнопку В принципе Неплохой удар В этого перфоратора Вот Кому понравилось видео Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Спасибо за просмотр Вас ждет еще много Много нового Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok